Три недели отдыха, солнца и лечебных процедур. С российских курортов прибывают жители округа, которые отдохнули по путевкам мать и дитя. В этом году было закуплено 868 социальных путевок, которые предоставляются детям и их родителям для повышения здоровья и иммунитета. О том, где и как отдыхали жители округа, в следующем материале. После отпуска в семье Малащенко жизнь бьет ключом. Надо разобрать вещи после поездки, подготовить детей к школе и садику, успеть сходить за грибами. Энергии хватит на всё. Отпуск семья провела в Кировской области, которая славится своими санаториями. Семья отдыхала в посёлке Митина по путевкам мать и дитя. На самой территории корпуса есть озеро, там купатель. Гулять там хорошо, природа. Гулять хорошо, охрана, всё это есть. В лесу малина, ягода. Лес очень хороший, а так как на юге жару не очень переносим, средняя полоса очень хорошая. Закаливание, соляные камеры, хвойные ванны, бассейн и массаж. После этих процедур семья забывает о простудных заболеваниях как минимум на полгода. Как говорят супруги, санаторий удобен для отдыха с детьми. Процедурные кабинеты находятся в жилом корпусе, так что далеко ходить не надо. Есть парковка и для автомобиля. Так что семейную Неву, на которой семья приехала в Митина, было куда поставить. Если будет возможность, обязательно приедут поправлять здоровье именно в Митина. Хотя более популярен у жителей округа отдых на море. В этом году на Черноморской побережье было закуплено 729 путёвок, в Кировскую область – 49. Уже не первый год Ненецкий округ сотрудничает с санаторием «Делуч» в Анапе, который получает положительные отзывы отдыхающих. Своими впечатлениями о санатории и отдыхе в нашей студии поделилась Анна Цепилова. У меня очень хороший номер был. Мне повезло, я как в царских палатах жила. Девочки рассказывали, я в шестом корпусе жила, вот в морском я говорю, а девочки жили в третьем. У них тоже всё очень хорошо было. У них были кроватки там, кресло, зеркало, телевизор, маленький холодильничек, вот. Но небольшие у них такие, не знаю, там по 20 метров квадратных было, а у меня большое. Да, отдых прошёл замечательно, честно, я очень благодарна. Действительно, на ура. На ура, это приятно, это море, это новые взгляды и мои, и ребёнка, это событие какое-то, я тоже так считаю, потому что одно дело, как мы принимаем, мы уже взрослые. Другое дело, насколько позитива дети получают от того, что они выезжают. Они взрослеют, они больше видят, они растут, развиваются. Я очень благодарна, спасибо большое. Сегодня в Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты подводят первые итоги летней оздоровительной кампании 2016. К середине августа прошли оздоровление и находятся на курортах 411 детей и 348 родителей. В этом году очередь 2014 года закрыта полностью. Специалисты отмечают, не обошлось и без отказов от бесплатного летнего отдыха. «Отказались от 181 бесплатной путёвки. Это 100 детей и 81 родителей. Причины в основном объективные. Ну, есть действительно не объективные, когда отказываются сроки, близкие к отъезду, что усложняет, в принципе, распределить эту путёвку. И на сегодняшний день у нас свободно 18 путёвок на Черноморское побережье, три путёвки на Кавказ и одна путёвка в среднюю полосу России в санаторий Митино». Отдохнули этим летом и 236 детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Для них были закуплены путёвки в санатории имени Крупской в Железноводск. Благодаря финансированию из федерального бюджета в размере более 2 миллионов рублей была дополнительно набрана группа отдыхающих. В настоящее время 27 детей в сопровождении трёх взрослых отдыхают в детском лагере пансионата «Юбилейный» Туапсинского района. Более 100 детей из числа спортсменов, отличников и активистов этим летом отправлены на сборы и для участия в тематических сменах международных и всероссийских детских центров. Всего этим летом за счёт бюджетных средств отдохнёт каждый пятый ребёнок Ненецкого округа.